В частных домовладениях начали отключать трехфазные линии электропередачи, которые были незаконно подключены. Согласно предписаниям, работу проводят электрики СУЭС РОП Черноморэнерго, чтобы обеспечить население качественной электроэнергии. Каждый второй сегодня потянул самовольно три фазы. Никакого учета нет. У нас сегодня потребление идет около 450 до 500 мегаватт в месяц. Два-два с половиной раза нагрузки выросли. Мы вынуждены обесточить потребителей трехфазного тока, которые самовольно подключаются. Акты по нарушениям составляют сотрудники Департамента энергетического и технического надзора Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Они заранее проводят проверки и выявляют нарушителей. Если незаконно, то мы пишем предписание, вышестоящее руководство Черноморэнерго по сбыту, пишем предписание на отключение и проводим отключение совместно с Черноморэнерго. Технические условия люди есть, которые получают, но это не разрешающие документы на подключение. Это условия, которые они должны выполнять. А разрешающие документы на подключение дает энергонадзор. Прежде чем отключить лень, инспекторы СУЕС предупреждают собственников домовладения. Но, по словам сотрудников, откликаются единицы. За последние три дня было составлено 18 актов. Без этого мы не отключаем людей, предупреждаем, даем им срок, там 10 дней, 15 дней, практически единицы, которые приходят к нам. На основании их акта я пишу предписание за номером, за самовольное подключение, что мы обестачиваем электричество две фазы. Фазу ноль оставляем абоненту, остальное мы отключаем. Это вынужденная мера. С каждым годом количество бытовых электроприборов в каждом доме увеличивается. Люди начинают подключать трехфазные линии без разрешения. А это приводит к тому, что падает напряжение в сети. Из-за этого некоторые районы остаются практически без света. Мало того, на подстанциях из-за больших нагрузок часто происходят аварии, сгорают трансформаторы. Трехфазных подключений по городу очень много. И по словам директора СУЭС Тимура Джинджоли, тех, кто будет пытаться повторно подключиться, ждет административное взыскание. Материалы, собранные энергоназором, будут передаваться в правоохранительные органы. И уже там совсем другой будет исход этой ситуации. Для подключения трехфазного электроснабжения к нашим сетям, для этого абонент, гражданин должен получить технические условия, разрешения, где будет прописываться мощность, которую он может использовать, как должен будем подключить к сетям, и чтобы это было не во вред нашему всему электротехническому оборудованию. Вы на сегодня знаете, из-за перегруза у нас произошло понижение напряжения в сети. Есть места, где напряжение у нас чуть ли не 120-130-140 вольт. Что, естественно, практически считают, что у людей нет этого напряжения. С наступлением холодов усугубляют и без того сложную ситуацию в энергосистеме страны. Незаконные подключения майнингов. Как говорит Тимур Джинджоли, очень много приборов по добыче криптовалют обнаруживают именно в частных домовладениях. Люди их маскируют, ставят шумоизоляцию. Это та нагрузка, которая постоянно в наших сетях. Если человек вечером пришел, включил печку, нагрел там чайник, не знаю, приготовил ужин, это кратковременная нагрузка. Это та нагрузка, которую еще наши сети все могут позволить. Ну а постоянную нагрузку этих майнеров, вы представляете, если в каждом доме по 5, 10 или 20 киловатт будет стабильной нагрузки, постоянной. Естественно, наши мощности и сети не выдержат эту нагрузку. Надо отключить, если они стоят. Если они не сделают это самовольно, придется это делать нам. Еженедельно глава столичной администрации Бесланышпа проводит заседание предштаба, где обсуждается план действий по борьбе с незаконными подключениями к сети. Согласно плану, проводятся рейды по выявлению нагрузок в электросетях. В случае возникновения конфликтных ситуаций привлекаются правоохранительные органы. Дениза Герки, Алексей Акухава, Абхазское телевидение.